Всем привет! Привет! Как думаете, сегодня стало лучше или хуже? Как думаешь? У нас в Таиланде стало лучше. 89 новых заражений по всей стране, что на 10% ниже предыдущего дня. Хорошие новости. Комендантский час, видимо, удался. Со вчерашнего дня в Таиланде введен комендантский час. И уже была первая проба с 10 вечера до 4 утра. Все сидят дома, на море не ходят. Море очистилось, и пришли медузы, которые никогда не приходили. Опасные португальские кораблики. Мою знакомую укусил такой кораблик. 8 тысяч бат страховая заплатила за то, чтобы ее помазали какими-то там уксусными препаратами. Это было о хорошем. Вчера был странный день. Оба премьер-министра Таиланда и России разозлились на своих граждан. Тайский премьер-министр разозлился на тайцев, которые возвращались из Сингапура, Японии и так далее. Там 140 человек, которые не захотели идти на карантин. А какие условия карантинные предлагались? Я не вчитывался. Слишком много и так информации. Просто интересен факт. Он разозлился и сказал, что все три дня самолеты не будут пролетать в Таиланд. С русским премьером хуже. Он тоже разозлился на прибывающей рейсе с Шри-Ланки и Лондона. Делали с пассажирами рейса со Шри-Ланки, которые 8 часов ждали решения по своему вопросу. Отправлять их в какой-то там карантин в Московской области или сажать их на самолеты до Екатеринбурга и там. Отвозить по домам на домашний карантин. То есть 8 часов. За 8 часов их могли все уже тесты получить со всех. И кого-то действительно отправить в больничку, а кого-то отправить домой, так как он полностью здоров. На минуточку в Шри-Ланке менее 200 заражений на всю страну. Ждали Роспотребнадзор, ждали каких-то там распоряжений. А что нельзя подготовиться? Для чего вы делали 500 человек в день? Вот у вас и прилетели 500 человек в день. Даже меньше. И вот оно случилось. Я дала должностной инструкции. Мы не знаем, как действовать в данном случае. То есть полное, полное абсурдство половой функции. Ой. Все хорошо. С половой функцией. Как сексуал их заявляют. Вчера все агентства России разослали сообщения о том, что больше не осуществляется эвакуационный рейс. Я скептически отнесся к этой новости, тем более от информационной помойки. Но вся эта новость была расшарена по всем. По всем информационным каналам. Оппозиционным. И поднялся такой хайп, что сегодня пришлось опровергать эту информацию, что закрывается только на тот момент, когда мы подготовимся к приезду граждан из-за рубежа. А что они делают до этого? То есть до тех пор, пока не будет завезена какой-нибудь тест на корону или что? И может быть его до сих пор нет в России? Все тесты на корону мы отдали Сербии, Италии, отправили аппараты ИВЛ, продали США. А на наш аэропорт, видимо, не хватает. Так бывает в отдельно взятой стране. Я сегодня посмотрел одно видео от телеканала «Россия», где суперски рапортуют о том, как в Шереметьево такой-то терминал, это было 20 марта, такой-то терминал подготовился к приему граждан из очень загрязненных районов мира. Там всех таких супер вообще операторов всего одели. Это репортаж был? Да, это было видео на государственном канале, как всегда, репортующие, что у нас все хорошо. Где эти люди в аэропорту? А их что, сняли, и потом они уехали домой, и все? Нет, я знаю, что там есть доктора, я знаю, что там медперсонал обязательно присутствует. И частное посольство консульства Российской Федерации в Таиланде снова обращается к гражданам о том, что вот, извините, так получилось, будем помогать, будем... то заполните теперь вот эту форму на сайте госуслуги и еще заполните форму, где, возможно, вы получите деньги. О, вот это хорошая новость. Ну, это всего лишь новость. До этого все новости тоже были, в принципе, ничего. Вы полетите домой, а у вас будут эвакуационные рейсы. Ну, то есть, все новости были, в принципе, неплохими. Ну, имеем то, что имеем. Мы, конечно, тоже заполним эту форму и обязательно вам расскажем о том, как наше государство... С получилась компенсация или нет. Да, нам помогло здесь, несчастным тем, кто остается в запертом Таиланде. Ну, и, конечно, все это сопровождается информационным шумом и комментариями от сотен тысяч то ли людей, то ли ботов, которые во всех социальных сетях поливают грязью любых людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации в аэропортах, в запертых странах. То есть, как будто это какая-то... Планированная акция. Планированная акция. Ну, хотелось бы увидеть ваши комментарии. Есть ли среди вас живые друзья, которые, собственно, согласны с этой волной комментариев и сами же ее пишут? Пожалуйста, welcome. То есть, если вы действительно живой человек и вы негативно настроены по отношению к тем, кто застрял в других странах, пожалуйста, дайте нам знать, что вы живой человек. Мы будем тогда верить в то, что это не только боты и запланированная государством акция, но и основная масса россиян. Вот так, да? И будем вас благодарить за то, что вы такие... За искренность и смелость. Просто вчера вышла после 10 вечера на улицу, там тишина, машин нет. Три каких-то машинки проехала, очень тихо, так здорово. Она вышла на улицу во двор, открыла дверь, она не нарушала комендантский час. Я, кстати, не знаю, если я спускаюсь со второго этажа на первый, я нарушаю комендантский час? Хорошо. На сколько дней он введен? Да, особо в распоряжении, как всегда. А то есть это прям теперь будет регулярно, каждый день, каждую ночь? Ну, то есть премьер-министр сказал, что если вдруг ситуация с коронавирусом ухудшится, то он введет этот комендантский час на 24 часа. Да ладно. А то есть он ввел на несколько часов, если ухудшится, то 24 часа... Будет продлять, продлять, потом до 24 часов. Но ситуация улучшилась. То есть 89 против 104 вчера. И один, еще один на Самуи. Тоже врач Бангкок-госпиталя. Ну, или там переводчик, не знаю. Дорогой, не едьте, пожалуйста, в госпиталь за справкой. Зачем тебе это? Да, мне надо ехать за справкой. Государственные службы работают, ну, за исключением выходных, которые сейчас 3 дня. В понедельник тоже выходной. Не надо ехать в Миграшку в понедельник, она не работает, в общем-то. И Аверстей не взимается за выходные дни. То есть если у вас Аверстей приходится на выходной день, с вас не должны брать штраф. Это все новости, которые мы подготовили для вас на 3 апреля или 4? Или 5? Всем пока! Пока!